Неразбериха вокруг кокса разбила людей на два фронта. Производитель водки объяснил неклассический спрос на нее в пандемию. Повышение пенсии селянам уже в следующем году, а за занятия спортом будут возвращать 13%. Друзья, всем привет! Вы на канале Свежак. С вами, как всегда, Чернокнижный. И обзор интересных новостей. Не забудь поставить лайк, треснуть колокол, подписаться, чтобы не пропускать свежие выпуски и понеслась. Кстати, теперь выпуски будут заканчиваться хорошими новостями. Смотри до конца и будь в курсе позитивных новостей. Вступил в силу закон, по которому можно будет получать налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. В частности, на посещение спортзалов, бассейнов, фитнес-клубов. Вычет будет применяться к доходам, полученным с 1 января 2022 года. Его можно будет получить на услуги организации индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, который сформируется в ближайшее время. Согласно новому закону, мы сможем вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тысяч рублей в год. Получить спортивный вычет можно будет не только на себя, но и не на совершеннолетних детей, в том числе усыновленных. Значит, максимальный размер вычета составит 15 600 рублей. Но ведь это хороший закон, ну согласитесь, редко у нас встретишь хороший закон, в котором можно что-то вернуть, а не отдать. А у нас ведь все для людей. Мне кажется, на фоне, например... Того же эксперимента по продаже российского вина через инфраструктуру Почта России, налоговый вычет за спорт, это реально хороший закон. И может у них план, конечно, пиздец коварный. По типу, позанимался, пошел вернул 13%, заказал себе через Почту России винишко, надо же поддерживать наших производителей, пока посылочку ждешь, чтобы, так сказать, не загрустить в ожидании. Пошел, забрал и понеслась круговерть. Хотя, если они будут доставлять вот этими дронами... Разбившийся дрон должен был доставить посылку в одну из близлежащих деревень. То вина точно не дождешься. Короче, на фоне всякого пиздеца, который они придумывают, возвращать 13% за спорт, это реально хорошая новость. А именно с хороших новостей, я считаю, надо и начинать выпуск. Спустя неделю негодования местных жителей по поводу, куда после ремонта делась остановка на школьной, ларек остался, остановка пропала, ее снова вернули. В ближайшее время будет обновлено еще 10 остановочных павильонов. Если вы вдруг обнаружите пропажу остановочного павильона, рано, рано, рано бить тревогу. Меняют на новые, новые, все нормально. А вот если вообще вместо остановки появится ларек, шурмой, тогда да, можно бить тревогу. Я считаю, что апгрейд остановок это замечательно. От хороших новостей мы переходим к вонючим. И я думаю, нужно начать именно с этого стихотворения. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролития. Друг друга любят дети-главарей, но им судьба подстраивает козни, ведь гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розничне. Примерно такая же ситуация нас с вами ждет, если мы не придем к единому консенсусу по поводу вони, незаконных мусорных свалок. В местных видовских пабликах разворачиваются целые баталии между людьми с противоположными мнениями. И к хорошим последствиям такие перепалки нас точно не приведут и не приводят и никогда не приводили. Мускокс помиловать нельзя закрыть. Мускокс помиловать нельзя закрыть. А где правильно поставить запятую в этом предложении? Мне кажется, что данное предприятие, само того не желая, было втянуто в интересную игру. Одни топят и очень рьяно и усердно за закрытие. И винят во всех смертных грехах этот завод. А другие очень рьяно топят за предприятие и за то, что предприятие ни в чем не виновата. А это все новые поселенцы из новых районов с нарушенными обонянием и необоснованными выкриками. У меня вот вопрос. А разве быть против запаха, это быть против завода? Неприятный запах плохо. Завод хорошо. Рабочие места хорошо. Городообразующие предприятия, которые дают возможность людям зарабатывать и не нужно ехать за 3-9 земель и стоять в пробках часовых, чтобы прокромить семью. Это прекрасно. Но если было выявлено нарушение и выбросы реально превышают допустимые нормы, то почему я, как житель города Видное, должен молчать? Я сейчас наблюдаю деление жителей, Видного на два фронта. За и против. Но тут не может быть никаких за и против. Зачем объединяться друг против друга, если можно объединиться против одной проблемы. Если предприятие не обновляет фильтры очистки, это не наши сами проблемы. Это очень неприятно и больно наблюдать склоки, которые сейчас разгораются в пабликах и делят людей, как я повторюсь, на два фронта. Одни кричат, надо закрыть вонючку, это Москокс виноват во всех бедах. Это неправда. Уже много раз были зафиксированы факты, когда по ночам всякие нерадивые жгут мусор и не только. И проблема не только в заводе. Если прикроют, то я больше чем уверен, что запах не прекратится. Вторые кричат, у нас тут не пахнет. Это вы в новых районах чувствуете запах. Понаехали, а мы тут живем и работаем. Не надо было, значит, квартиру покупать и жилье покупать здесь. Не нравится? Валите. Нет, ну простите, если мы опустимся до таких методов решения проблемы, ну так это можно возвращаться тогда в каменный век. Я за чистый город. Я за градообразующие предприятия. Но если оно не нарушает нормы и не производит выбросы, я предлагаю объединиться не друг против друга, а против одной проблемы. Это участившиеся случаи войны. Если нужно помочь собрать подписи, для того, чтобы на уровне правительства профинансировали и помогли заводу поменять очищающие фильтры, то почему нам с вами не объединиться ради этого? Почему не придать огласке проблему незаконных свалок и поджогов по ночам? Если нужно больше писать жалобы на незаконные свалки и фиксировать факты незаконных поджогов, давайте это сделаем. Давайте фиксировать. Отправлять соответствующие инстанции, решать проблему в рамках правового поля и вести конструктивный диалог с людьми, у которых есть иная точка зрения, а не изводить распри друг против друга. Ведь только в диалоге рождается истина. От неприятных запахов мы переходим к другим запахам и для кого-то, наверное, более приятным. Скачок продаж крепкого алкоголя в 2020 году был вызван не только попыткой россиян скрасить время в самоизоляции, как рассказал гендиректор ТАД Спирт Прома Руслан Максудов. Потребители использовали его как средство для дезинфекции. Гендиректор третьего по обороту производителя водки компании ТАД Спирт Пром в интервью РБК рассказал, что в первой половине 2020 года компания наблюдала увеличение популярности недорогой продукции. Но это совсем не для употребления. Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке. А тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор. Я сам интересовался в магазинах, почему потребители берут две-три бутылки водки. И там мне пояснили, это не для употребления внутрь, поделился он. Если вы вдруг видите перед собой покупателя, у которого полна корзина водки, знайте, это в благих целях. Заканчивать выпуск я буду теперь тоже хорошими новостями. Во-первых, хорошие новости приносят больше лайков. Кстати, если вы еще не поставили лайк или не ударили в колокол, или не подписались, то я прошу это сделать, чтобы не пропускать новые выпуски хороших новостей. Во-вторых, если выпуск заканчивается хорошими новостями, то и настроение после выпуска будет прекрасно. Короче, в следующем году место жительства сельского пенсионера уже не будет играть существенной роли при назначении повышенной пенсии. Пример министра России Михаил Мишустин подписал подостановление, которое закрепило следующее правило. Граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получить надбавки к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город. С 2019 года в России выплачиваются доплаты к страховым пенсиям за длительный период работы в сельской местности. Получают их представители более 500 профессий, в том числе агрономы, мельники, пчеловоды, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, инженеры, шоферы, энергетики. Сумма доплаты будет равна 25% от суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В совокупности с доплатой фиксированной выплаты со следующего года для этой категории пенсионеров составит 7555 рублей, сообщается на сайте ПФР. В ПФР уже пояснили, что при смене места жительства сохранение повышенного размера пенсии будет происходить автоматически. То есть обращаться с каким-либо документом или заявлением не требуется. Ставь лайк, бей в колокол, подписывайся, чтобы не пропускать новые выпуски. И до новых встреч!